В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнадская. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Тысячи одесситов вышли на улицы города. Областной штаб по ликвидации последствий обледенения продолжает работу. Синоптики обещают ухудшение погоды. О профессии военного трудной и почетной рассказали воспитанникам детского дома «Жемчужинка» преподаватели и курсанты Одесской военной академии. Силовой разгон митингующих Евромайданов милиции тетушками с избиением и арестами состоялся в воскресенье 26 января в четырех областях Украины, сообщает «Украинская правда». Вместе с тем, в десяти регионах митингующие еще продолжают удерживать облгосадминистрации под своим контролем. Это Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Винницкая, Житомирская и Полтавская области. Блокирование и попытки штурма за это время произошли в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Херсонской областных государственных администрациях. Сумскую и Черкасскую ОГА митингующим удалось на непродолжительное время занять. Вместе с тем продолжаются протесты в Одесской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях. Евросоюз может объявить санкции в случае введения в Украине чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах в Брюсселе сообщает Deutsche Welle. Собеседник немецкого медиахолдинга отмечает, что в случае введения санкций определенным ответственным лицам и бизнесменам будет не только запрещен въезд в ЕС, но и заморожены их банковские счета. Собеседник также утверждает, что Виктор Янукович, наверное, до сих пор не верит, что Евросоюз готов ввести санкции по отношению к нему, к власти мущим и олигархам. Но тут он очень ошибается. Сейчас продолжает собеседник немецкой волны. Евросоюз не хочет говорить об этом открыто, поскольку стремится иметь возможность и в дальнейшем вести переговоры с президентом Украины и искать компромисс. Если Евросоюз ведет санкции, тогда все двери будут закрыты. Понимаете, это будет последний шаг, подытоживает источник. Одесса, просыпайся! Скандировали тысячи горожан во время акции протеста 26 января. В городе прошли сразу несколько митингов. Первый многочисленный Евромайдан, который перемещался от площади возле памятника Дюку к зданию облгосадминистрации, оттуда на Думскую площадь. Тон событием задала Народная Веча. Одесситы традиционно собрались в 12 часов дня возле Дюка. Подробности в материалах наших корреспондентов. Несмотря на мороз, Народная Веча собрало как никогда много горожан. Именно одесситов. Буду говорить на русском, потому что многие считают, что мы тут понаехали. Нет, дорогие одесситы, я одесситка, живу в центре города. И я хочу сказать этой власти, хватит убивать людей. Извините, это нацизм, это уничтожение украинцев. И я не могу просто сидеть на диване и молча, знаете, спостерегаты. Здесь одесситы, здесь кумой стоит, брат его стоит. Мы в декабре ездили на два дня с женой. Там надо быть. И очень приятно, что очень много людей, которые мыслят, что мы мыслим так же само, как и они. Как и в большинстве других областей Украины, в Одессе выбрали Народную Раду. В ее состав вошли самые активные участники Евромайдана. Народная Рада Одессы – это гарантия дотримания миру и гражданского спокойствия. Народная Рада Одессы – это гарантия мирного перехода власти и защиту прав граждан и свобод одесситов. Но Евромайдан в Одессе живет не только духовной пищей. Сами с утра встали и стыкли печенье, для того, чтобы угостить людей, которые пришли на Майдан Одесский. Мы не можем сидеть дома, когда в стране происходит такое. Активисты Евромайдана призывают одесситов только к мирному протесту. Иначе кровопролитие в Одессе неминуемо. Но одесситам сложно сдерживать себя. Каждый из них понимает, что именно от него зависит судьба страны и родного города. Уже просто стыдно смотреть по телевизору и сидеть в тепле. Я за другую власть. Это нам уже надоело. Вам тоже. В Киеве смелые люди. Дай Бог им здоровья. Низкий поклон им, что они за нас, за наших детей, за нашу свободу стоят, за нашу жизнь лучшую. Пропадают мои братья украинцы. Еще многих не нашли. Они вот, вот, посмотрите, где они. Вот что с ними случилось. Первые две строчки. А третье, что мы делаем сейчас. Скажи, а не холодно тебе? Нет, не холодно. Сердце греет. А у тех людей, которые подставки для флажков, им сердце не греет. Алия Замчинская, Руслана Каев, телекомпания «Круг». В минувшее воскресенье и представители партии регионов провели митинг. Причем сначала место проведения выбрали пятачок возле Дюка, где обычно проводится народная веча евромайдановцев. Митинг был запланирован также на 12 часов дня. Чтобы не допустить возможных столкновений одесситов, лидеры одесского Евромайдана обратились к губернатору области Николаю Скорику с предупреждением об опасности такого шага. В итоге своих сторонников, преимущественно бюджетников, областные регионалы призвали на проспект Шевченко к зданию Одесской облгосадминистрации. С пятницы в Одессе была накалена ситуация. Ходили слухи о том, что здание облгосадминистрации будут штурмовать. В итоге представители власти решили продемонстрировать, что и у них в городе хватает сторонников. К сторонникам власти в самом начале митинга вышел председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик. Его выступление сводилось к следующему. В городе нельзя допустить столкновений между одесситами и захватов государственных зданий. Все вопросы должны решаться за столом переговоров, а не в драках и кровопролитных столкновениях на улицах. Вчера на так называемом Одесском Евромайдане лидеры нашей официальной оппозиции достаточно четко, я им благодарен за это, призвали людей исключительно к мирным протестам и недопустимости захвата административных зданий. Однако руководители области все-таки прошлись по своим идеологическим оппонентам. Они, дескать, хотят развалить страну и даже получают за это деньги. Причем эти оппоненты вовсе не одесситы, а заезжие провокаторы Западной Украины. Многим из тех, кто сидит и в Киеве, и далеко за его пределами, очень бы хотелось, чтобы те события, которые мы наблюдаем с экранов телевизора, переместились на наши одесские улицы, на улицы городов и сел Одесской области. Мы должны дать решительный ответ и сказать «нет» проявлением национализма. Люди, пришедшие на митинг, естественно, придерживали ораторов. Однако в основном они были уверены в том, что все противоречия должны решаться мирным путем за столом переговоров. Нам не нужно ничего думать. Есть конституция, есть законы, есть криминальные кодексы. И просто нужно, ну, как бы, почитать, наверное, это все. И бандитов нужно убрать. А то, что говорит оппозиция, может быть, их тоже нужно послушать. И позицию, и оппозицию. И все нужно просто соблюдать законы. Нужны конструктивные изменения. Именно за столом переговоров вести конкретный диалог со всеми силами, которые присутствуют. Независимо от правое, левое, независимо от всех этих составляющих. Мир надо и порядок в стране. А не собирать вот это вот, делать по стране такой бардак, понимаете. Должны люди мирно жить, строить такое общество, чтобы оно было богатое, чтобы мы старики. Мне уже 86 лет. И я еще не видел хорошую жизнь. Нужно всем объединиться. И поставить все на свои места. На сегодняшний день партии регионов мы поддерживаем только, чтобы не было кровопролития. 15-й год покажет нам, что должны прийти здоровые силы, нормальные силы, которые видны небескребетные, как на сегодняшний наш власть. Власть показала бескребетность. У нас много претензий к действующей власти, но мы готовы соблюсти требования закона и переизбрать тех, кого мы посчитаем заслуживающими в следующий раз. Впрочем, среди сторонников действующей власти были люди, которые приветствовали радикальные методы разрешения сложившейся ситуации. Вплоть до возведения пограничных столбов на берегах Днепра. Вы хотите уйти от нас, западная Украина? Пусть уйдет от нас, даст нам жить спокойно. Я сейчас предложил такую идею, чтобы ввели комендантский час. Для того, чтобы в 12 часов на улице не ходило вот таких молодых ребят, по 9 человек, по 5 человек, которые хотят захватить власть. Они запретили там партию регионов, а мы тут запретим их не флаг. Это австрийский флаг, это не наш флаг. Вот наши флаги. Подытоживая, можно сказать, и сторонники действующей власти, и оппозиционеры могут найти точки соприкосновения. Одно из главных их чаяний – не допустить в нашем городе кровопролития. Анатолий Косин, Юрий Весилык, телекомпания «Круг». После Народного Веча часть активистов разошлась по домам, а часть отправилась к облгосадминистрации. Процессия под знаменами Украины и Евросоюза прошла по центральным улицам города. Уже почти неделю во всех провластных СМИ муссируется тема захвата здания облгосадминистрации. Это внушается и правоохранителям, и собравшимся на митинг людям. На крыльце здания толпятся силовики. Между собой и активистами Евромайдана они выстроили бюджетников. Живой стеной. Паника была необоснована. Сформировалась стихийно некоторая общность людей, которые решили прийти сюда и показать этим бюджетникам, тетушкам свое отношение к тому, что происходит в стране. Захватить администрацию – это все провокация. Это все партия регионов сделала, что будут захватывать. Мы не намерены терпеть эту власть. Мы хотим показать, что в Одессе тоже есть народ, и нас больше намного. Мы не с Западной Украины, как говорят, что тут вышло 2500 бандеровцев. Мы одесситы, мы вышли показать свою позицию. Одесситы, не рабы! Одесситы, не рабы! Еще днем к зданию Надумской подтягивают силовиков. Цепочка молодых правоохранителей окружила оба входа в горсовет. Подъезды к зданию заблокированы. Перед мэрией спешно собрали подобие митинга. Мы против оппозиции. А за что вы? Люди с флагами города стоят перед мэрией, над которой почему-то не развивается государственный флаг. Я родилась в Одессе, в первом роддоме на Куликовом поле. Я не хочу, чтобы били наших детей в любой точке Украины и не делили нас, как им выгодно. Я хочу поддержать Майдан. Потом хочу, чтобы была у нас страна Вильна, чтобы мы в всей державе жили и для себя работали, а не на Россию и не на кого-то еще другого. Чтобы только трудился. У нас очень трудолюбивый народ. Он все подымет. Обозначить свое присутствие, показать свою точку зрения. Как бы мы пришли, ответа не увидели наших оппонентов, или как это назвать. Поэтому даже неинтересно находиться рядом с ними. Спонтанное решение одесситов высказать городской и областной власти свое мнение, дает понять, что наш город наконец-то проснулся. Алия Замчинская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Погода в Одесской области ухудшается. Областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций продолжает работу. Ситуация контролируемая, но в ближайшее время останется сложной. Губернатор собрал руководителей всех управлений и ведомств, так или иначе имеющих отношение к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за ухудшения погодных условий не только случаются аварии на новых участках, но и иногда сводится на нет уже сделанная работа. Наихудшее положение в Роздельнянском районе и городе Южный. В пятницу электроснабжение города было восстановлено, а сегодня жители снова оказались отрезанными от мира. Там многоквартирные дома, которые в отсутствии света полностью парализован весь город, соответственно, все системы жизнеобеспечения. По Южному отключилось две линии 110 кВт. В результате объезда линий установлено пять опор 110 кВт на земле и две требующие замены. Когда мы Южный можем дать свет? На протяжении дня. Пока восстанавливались электрические сети, на помощь южненцам пришли спасатели. Областное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В Южном тоже установлены 100 кВт генератор для необходимости джиглания насосной станции. Поэтому для этого времени город будет поддержан. И есть техники, которые для необходимости будет восстановлен развод воды. Параллельно с восстановлением электроснабжения, служба автомобильных дорог Украины в Одесской области расчищает подъезды к населенным пунктам. Пока ситуация под контролем. Мы ее удержим, если так будет, на основных маршрутах на Киев-Одесса, М14, М15 и второстепенных главных подъездных населенным пунктам мы в состоянии еще удерживать. Исполняющий обязанности заместителя Одесского городского головы Кирилл Шаламай доложил о том, что все необходимые меры в Одессе принимаются. Как работают наши коммунальщики, каждый может проверить сам. Когда же губернатор предложил помощь, городской чиновник отказался. Возможно, напрасно. Если говорить о ситуации в целом, она остается напряженной. Еще три дня назад представители областной администрации говорили о конкретных сроках восстановления электросетей. Сейчас дата окончания работ не называется. Все зависит от погоды. Александр Беннаградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУХ. Вышедшие утром на работу или по делам одесситы увидели, наконец-то в город пришла настоящая зима. Однако это событие вряд ли порадовало. Одессу засыпало снегом, на дорогах образовались пробки, а пешеходам пришлось смотреть под ноги, чтобы не упасть. А в это время представители городской власти бодро рапортуют о том, что людям переживать не о чем. Как только с неба посыпались первые снежинки, руководство департамента городского хозяйства поспешило провести пресс-конференцию. Видимо, опасаясь обвинений в бездействии, коммунальные чиновники представили полномасштабную программу борьбы со стихией. Процесс очистки дорог от снега будет происходить и вечером, и ночью. Это будет беспрерывный процесс. На сегодняшний день работает 69 единиц спецтехники, и количество этой техники увеличивается. За какие-нибудь два часа дороги и тротуары занесло полностью. Чтобы расчистить их теперь, нужно действительно работать день и ночь. Тем более, что техники в городе обычно не хватает, и потому расчищают только центральные улицы. О тротуарах можно и не говорить. Пробираться по снегу и льду одесситы уже, к сожалению, привыкли. Каждый раз нам обещают вывезти технику и людей, привлечь к уборке частные компании. В результате все повторяется. Первая неделя непогоды это подтвердило. Нет никакой уверенности в том, что сейчас обещания чиновников будут выполнены. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ. В минувшие выходные около полусотни машин-активистов авто Майдана проехали по улицам города. В этот раз маршрут автоколонны проходил по Большому фонтану. Далее машины двинулись в сторону поселка Котовского. С водителями общалась Алия Замчинская. Водители живо интересуются событиями в Киеве. Многие из них не раз побывали на столичном Майдане. Жалобы городских и областных властей президенту с просьбой навести порядок в стране Геннадий считает ненужными. Это не мнение одесситов. Это мнение вот той верхушки, вот тех депутатиков, которые сидят и держатся за кормушку. Им, конечно, не хочется, чтобы что-то менялось. Их все устраивает. Им хорошо. Первая остановка в маршруте – восьмая станция Большого фонтана. Море здесь такое же неспокойное, как и ситуация в стране. Активисты хотят расшевелить местных олигархов. Я хочу, чтобы были честные суды. Я хочу, чтобы милиция защищала народ, а не преступников. И люди, которые получили власть, они неправильно пользуются, они не умеют ей пользоваться. Я хочу, чтобы власть была делегирована народом, менеджером, а не царькам. Власть объявила реальную войну своему народу, и людей убивают. Это невозможно. Жизнь такой властью, обратного пути нет. Если мы сейчас разойдемся, это будут гулаги, это будет Сталинщина. На прошлой неделе неизвестные разбили несколько машин-активистов. Вячеслав – владелец самого пострадавшего авто. Замотали скотчем фары, пока не удалось найти их, чтобы поменять. Но, как я и говорил, мы присоединимся этими какими-то подлыми действиями, нас не запугать. А на самом деле, наоборот, больше людей будет присоединяться, потому что власть просто показывает свое лицо. Этот автопробег как надежда на лучшее, надежда на перемене. Слава Одессе, слава Украине. Вы видите, сегодня больше машин, чем неделю назад. Сегодня около 40 машин, поэтому все нормально у нас. Если власть не прекратит свои беспредельные вещи, то завтра встанет уже вся Одесса. Если ничего не поменяется, мне придется отсюда уезжать. Я не хочу. Я хочу жить здесь, это моя родина. Отношусь плохо к этому всему, отношусь плохо к власти, потому что это все на их совесть. Если бы они пошли на уступки, когда надо было, жертвы просто бы не было. Они не хотят слезть со своих золотых унитазов. Такие автопробеги уже стали регулярными. Каждую субботу на Куликовом поле собирается все больше и больше водителей, желающих высказать свой гражданский протест. Если у вас нет авто, все равно приходите. В каждой из машин всегда есть место единомышленнику. Алия Замчинская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня в Прохоровском сквере Одессы состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто. В мероприятии приняли участие представители Одесской облгосадминистрации, общественные ветеранские организации, бывшие узники нацистских гетто и концлагерей, участники Великой Отечественной войны, представители дипломатического корпуса, еврейских и израильских организаций, а также жители города. О страшных событиях прошлого века невозможно забыть. В ходе Второй мировой войны нацисты и их пособники погубили около 6 миллионов евреев, включая женщин и детей, пытаясь целенаправленно уничтожить еврейский народ Европы. Кроме того, следуя российской идеологии, они также преследовали и убивали миллионы других людей, в том числе представителей цыганских народностей, инвалидов, политических противников и многих других представителей групп и меньшинств. В середине прошлого века человечество пережило колоссальную трагедию, трагедию мирового масштаба. И название этой трагедии – Холокост. Это системное уничтожение целых народов. 60% евреев, проживающих в Европе, тогда было уничтожено. Несмотря на погодные условия, память жертв Холокоста почти лишь жители города. Общественные и ветеранские организации, еврейские и израильские организации, а также представители Одесской облгосадминистрации. Память о Холокосте нужна только хотя бы для того, чтобы никогда наши дети не стали жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями убийств. Мы чтим жертв Холокоста, державы, которые победили нацизм, и тех героев, кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы спасти других людей. Елена Бачевская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Как защитить свою страну, каким должен быть ее защитник? Вопросы не только для взрослых. Представление об офицере, профессионале и патриоте можно сформировать еще у школьников. Такую работу активно проводят в Одесской военной академии. Кадетский корпус, артиллерийское училище, институт сухопутных войск, военная академия. Меняются названия учебного заведения, но уже более ста лет здесь готовят офицеров и одновременно выполняют не менее важную задачу. В музей и учебные аудитории приглашают школьников, воспитанников детских домов и интернатов. С детским домом «Жемчужинка» у военной академии давние шефские связи. Это дети из детского домика, которые в какой-то мере избавлены от родственников, родственной турботы. Поэтому мы пытались помогать им отримать это тепло в курсанской родине. Экскурсии организовываются регулярно. Детям, оставшимся без родителей, рассказывают об истории создания Одесского военного округа, Великой Отечественной войне, системе подготовки офицеров. Это не просто внеклассный урок патриотического воспитания. Детям дают потрогать снаряжение, примерить военную форму, показывают настоящее оружие. Почувствовать себя курсантом, можно сев за руль грузовика на тренажере для обучения военных водителей. Такие занятия похожи на детскую компьютерную игру, но в отличие от нее, здесь готовят профессионалов. Мы тесно сотрудничаем, дружим с военной академией, с институтом внутренних дел, с морской академией. То есть мы ежегодно принимаем участие в их мероприятиях. Они приезжают к нам со своими мероприятиями, общаются с детьми, рассказывают о тех специальностях, которые они в будущем приобретут. Говорить о том, какую профессию выберут ребята, сейчас еще рано. Важно, что их судьба кого-то интересует, и они чувствуют себя нужными в своей стране. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 340076. Всего наилучшего и хороших вам новостей. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 28 января в Одессе ожидается облачная погода. Осадки преимущественно в виде снега, метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза. Днем от 1 до 3 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова